В рамках национальной программы «Здоровый монгольский человек» на профосмотрах побывало более 11 тысяч человек. В медучреждениях начала внедряться система контроля регистрации и ожидания пациентами своей очереди. Установлено, что УЗИ в первой поликлинике приходится ждать от 7 до 14 дней. Лист ожидания на эндоскопическое обследование более двух недель. Принято решение в ближайшее время пополнить больницы недостающим медицинским оборудованием. Люди больше всего недовольны не тем, что у врачей нет достаточных знаний и умений, а тем, что оборудование устарело, медучреждения неэффективны. Тем, что им приходится так долго ждать своей очереди на прием, на обследование. Больше всего раздражает эта бюрократическая волынка тем, что у них бесстыдно вымогают деньги, тем, как с ними обращаются, невоспитано. В большей части всех жалоб и предложений, полученных за этих 100 дней, затрагивались именно эти вопросы. Было решено создать целую систему, которая бы занималась регистрацией ожидания пациентами, контролем и передачей данных вверх по инстанции. Травматологический центр ежедневно принимает 250 пациентов. Загрузка высокая. Чтобы ее снизить, принято решение повысить квалификацию персонала районных больниц. С тем, чтобы с января будущего года именно они приняли на себя до 40% пациентов центра, сумели оказать экстренную помощь и плановое лечение. На 2013 год заложено в отрасли здравоохранения в бюджете 217 миллиардов. Эти средства пойдут на закупку медицинского оборудования, новые диагностические и терапевтические центры, на подготовку кадров. Теперь граждане сами могут контролировать качество медобслуживания. При министре здравоохранения создан гражданский совет. Это позволяет оценивать эффективность деятельности врачей и медучреждений не на бумаге, а по реальным итогам их работы. Более половины всех жалоб и предложений, поступивших в адрес медучреждений, связаны с медлительностью обслуживания бюрократическими препонами. Есть сигналы и о вымогательстве денег за оказание медицинской помощи. По данным исследований, более 40% больных предпочитает пользоваться услугами платной медицины. Люди из сельских регионов не могут получить медицинскую помощь. Людям состоятельным это как-то удается, а вот бедные из малоимущих слоев населения сейчас не могут воспользоваться медицинскими услугами. Государству пора начать проводить определенную политику в этой области, вывести на новый уровень систему медицинского страхования. Нужно, чтобы народ знал о новом законе о медстраховании, знал о своих правах и мог воспользоваться ими. Нужно усовершенствовать систему страхования. У нас по страховке на одного человека лечат другого. Также на всех ступенях обучения, начиная с детских садов, школ, нужно проходить медицинские осмотры. Недавно проводились медосмотры в рамках компании «Здоровый монгольский ребенок». Хорошо было бы проводить такие осмотры по возрастным категориям. Это позволило бы предупреждать заболевание, а не лечить после того, как человек заболеет. Для того, чтобы сделать скорую помощь более доступной для граждан, с тем, чтобы она стала по-настоящему скорой помощью, министерством принимаются меры по перераспределению услуг по префектурам. Сейчас пилотные испытания успешно проходят в Сухбаторской и Багахангайской префектурах. Следующими на очереди стали префектуры Чингилтей и Ханул.